Торгово-промышленной палате России объявили победителей конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Церемония награждения прошла в онлайн формате в пресс-центре «МИА Россия сегодня». Конкурс ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой Российской Федерации при поддержке Совета Федерации и Государственной Думы. Премия, учрежденная Торгово-промышленной палатой с целью содействия развития предпринимательства в России, обеспечения возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг и передовые отечественные бизнес-модели, поднятие авторитета энергичных, инновационно мыслящих предпринимателей России за эти годы стало одной из ведущих бизнес-премий страны для малых предприятий и предприятий-экспортеров в самых разных сферах деятельности. Об авторитете конкурса говорит возрастающий уровень участников и расширяющееся представительство регионов, которое не уменьшилось даже в условиях кризиса и эпидемиологических ограничений. События последних месяцев еще раз наглядно продемонстрировали не только роль и значение малого бизнеса для развития экономики страны и для жизни каждого гражданина в отдельности, но и находчивость, мужество и смекалку предпринимателей, готовых смело встречать вызовы времени и оперативно на них реагировать. Поэтому организаторы конкурса сочли необходимым, пусть и в несколько усеченном формате, но провести традиционную церемонию чествования лучших предпринимателей страны и поддержать их в сегодняшней непростой ситуации. По уже сложившейся традиции, первым к участникам церемонии награждения обратился президент Федеральной Палаты Сергей Катерин. Не скрою, что были споры, были разные предложения. И перенести конкурс на следующий год, и отменить его в этом году, ну и различные другие предложения, но тем не менее мы посчитали, что может быть как раз именно в этом году как никогда важно поприветствовать и чествовать наших победителей. Тех, кто в непростых условиях трудится, те, кто стал победителем, те, кто показывает замечательные результаты. Я вам должен сказать, что для нас это конкурс, к которому мы относимся с особым пиететом. Для нас это, я имею в виду, всю систему торгово-промышленных палат Российской Федерации. Это один из двух конкурсов, но единственный конкурс, который для предпринимателей и организован ради них. Мы получили заявок практически в том же количестве, более 200, как и в прошлом году. Что нас немножко удивило в приятном плане, что несмотря на ситуацию, наши коллеги в регионах работали и малый бизнес представлял себя, и не только малый бизнес, но и экспортеры, семейные предприятия, банковский конкурс как никогда активно прошел, очень содержательно. Поэтому мы сегодня посчитали, что необходимо почествовать наших победителей, сказать им слова благодарности. Первыми на церемонии награждения назвали победителя в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства». Итак, на соискание премии в номинации «Лучшее малое предприятие» в сфере промышленного производства выдвинуты. ООО «Уралэкоресурс», город Пермь. ООО «Рудхим», Белгородская область, Яковлевский район, поселок Яковлево. ООО «Селен», город Кострома. И давайте посмотрим, что это за компания. ООО «Уралэкоресурс» Завод «Рудхим» – уникальное производство полного цикла, которое разрабатывает, изготавливает и поставляет компоненты эмульсионных взрывчатых веществ, техники и технологии заряжания в подземных условиях. Кроме того, предприятие выпускает ряд эмульгаторов, включая полимерные, прямые и обратные эмульсии, топливные смеси, синтетические и смазочно-охлаждающие жидкости. Продукция создается на отечественном оборудовании на основе отечественного сырья. Изделия завода ориентированы на предприятия, ведущие добычу полезных ископаемых и металлообработки. Стратегическое развитие предприятия направлено на организацию производства новых видов продукции. Генеральный директор – Куприн Родион Бетальевич. Компания «Селен» занимается производством и реализацией домашней офисной мебели, а также торгового оборудования. Вся выпускаемая продукция изготавливается исключительно по техническим заданиям заказчиков, в том числе с применением технологии 3D-проектирования мебели интерьера. «Селен» – социально ориентированное предприятие. В его штате люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие мамы. Подбирается удобный рабочий график и обеспечиваются подходящие условия труда. Преимущества продукции, выпускаемой фирмой «Селен» в сравнении с импортными аналогами, в ее ценовой доступности при сопоставимом качестве – краткие сроки исполнения заказа и современная поставка. Внимание к пожеланиям заказчика. Генеральный директор – Зленко Андрей Владимирович. Ну а кто из представленных предприятий стал победителем и счастливым обладателем статуэтки, нам сейчас объявит «Золотой Меркурий». Победителем в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства» стала компания ООО «Рудхим». Диплом торгово-промышленной палаты Российской Федерации приз победителя. Статуэтку «Золотой Меркурии» получит генеральный директор Куприн Родион Витальевич. Белгородская область, поселок Яковлева. Поздравляем с победой! Основная нагрузка по организации и проведению конкурса лежит на Федеральной торгово-промышленной палате. Вместе с тем, у крупнейшего бизнес-объединения страны есть и постоянные партнеры, которые принимают самое активное участие в подготовке главного предпринимательского соревнования года. Одним из таких компаньонов ТППРФ стал Банк Международный финансовый клуб. Председатель его правления Игорь Антонов обратился с приветственным словом к участникам конкурса. Очень важно, что традиции конкурса продолжаются, и что в это непростое время награды находят героев и лучшие из вас здесь вместе с нами. Банк Международный финансовый клуб всегда поддерживал и будет поддерживать малый и средний бизнес. Мы являемся стратегическими партнерами национальной премии, и для нас очень важно не только поддерживать конкурс, но и поддерживать вас как бизнес, развиваясь вместе с вами. Я очень хочу всех поздравить с финалом конкурса, пожелать вам новых успехов, новых побед, новых проектов, расширение вашего бизнеса, ну и самое главное здоровье вам и вашим семьям в это непростое время. Кстати, в этом году в пятый раз определяют лучшую банковскую программу для малого и среднего предпринимательства. Об этом конкурсе, который отмечает свой самый первый юбилей, рассказывает вице-президент Федеральной палаты Елена Дыбова. В этом году конкурс был действительно острым, конкурентным. Больше 30 заявок и участников подчеркивают только одно, что банки все больше понимают, что малый и средний бизнес очень важны, нужны экономике и поддержка банков. Это как раз то условие, которое будет позволять в это непростое время объединять усилия как предпринимателей, так и банков для достижения одной цели – восстановления экономики страны. Всем желаем успеха! Успех на золотом Меркурии важен не только как признание высоких результатов предпринимательской деятельности. Он открывает и новые горизонты. Так считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко. Победа в таком престижном конкурсе – это залог большого успеха в работе с международными партнерами. Вы знаете, сейчас без подобного рода рекомендаций, без победы в конкурсах невозможно отвоевать себе место на внешнем рынке. И мы, Торгово-промышленная палата, будем заботиться, чтобы ваши интересы там были соблюдены на все 100%. Действительно, конкурс немало дает предпринимателям. Вместе с тем, он многое говорит и о тех, кто участвует в этом профессиональном состязании. Эту особенность отметил в заключительной части церемонии награждения вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев. Завершая церемонию конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» от имени Системы торгово-промышленных палат, от имени Торгово-промышленной палаты России, мы говорим вам большое спасибо за ваш труд, за ваше участие. И неважно, стали ли вы финалистом, участником, лауреатом нашего конкурса. Главное, в это непростое, сложное время вы не бросили свое дело, которому посвятили фактически всю свою жизнь. Торгово-промышленная палата России всегда вместе с вами. Мы будем вместе с вами решать те проблемы, с которыми сталкивается российское предпринимательство. Спасибо за ваш труд, за нашу совместную работу. С глубоким уважением к вам и к вашему труду. Торгово-промышленная палата России. Вот так в условиях пандемии проходила церемония награждения победителей конкурса национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2019 года. По формату проведения она стала уникальной. Но по итогам церемония достигла своих главных целей так же, как и в другие годы. И во многом этому способствовала слаженная работа всех, кто занимался ее подготовкой и проведением. Торгово-промышленная палата Российской Федерации хотела бы поблагодарить давних и постоянных партнеров конкурса. Генерального партнера «Банк Международный финансовый клуб». Официального партнера «Публичное акционерное общество ФосАгро». Деловых партнеров конкурса «Акционерное общество Экспоцентр» и «Публичное акционерное общество Центр международной торговли». Генерального информационного партнера конкурса «Общественное телевидение России». Всех информационных партнеров церемонии награждения, а также нашего гостеприимного хозяина. Международное информационное агентство «Россия сегодня», на площадке которого проходит церемония за активное содействие в проведении церемонии награждения победителей конкурса. Продолжение следует...